В преддверии грядущего внедрения двухконтейнерной системы сбора отходов в Ильинском прошла очередная встреча с представителями управляющих компаний ТСЖ и СНТ. Сегодня абсолютное большинство из них подали заявки на заключение договора с единым региональным оператором по вывозу мусора. Однако тариф для частного сектора еще не определен. Всех очень интересует, как же с 1 января рекоператор будет вывозить мусор. На каждом свещании мы говорим жителям о том, что мы сохраним ту систему, которая сейчас работает. Что частный сектор, хоть на данный момент не принято окончательное решение комитетом по тарифам и ценам по установлению той самой предельной стоимости договора, хотя еще много непонятного в наших отношениях с индивидуальным жилым сектором, в любом случае они не останутся 1 января в мусоре. В любом случае мусор будет вывезен. Для частного сектора, в котором зачастую люди живут сезонно, актуален вывоз не по графику, а по заявкам. И на такую схему русский региональный оператор, похоже, согласен. Но с условием, что в дальнейшем вблизи домовладений все-таки появятся оборудованные по всем правилам контейнерные площадки. В ходе этой встречи был снят вопрос и о крупногабаритном мусоре. Разъяснено о том, что по мере накопления управляющая компания подает заявку непосредственно рекоператору в виде диспетчера о том, что управляющая компания такая-то, собрала КГМ, просьба установить контейнер для дальнейшего вывоза. Мало того, меня беспокоило, что это будет, может быть, какая-то некая отдельная стоимость цена за данную услугу. Нет, это все входит в одну единую стоимость. Следующая тематическая встреча в территориальном управлении Ленинская будет посвящена расчетам и пройдет с участием МОСОБЛ ЕРЦ, который будет выставлять счета за вывоз мусора. МОСОБЛ ЕРЦ